Негры тоже люди. Всем здорова, с вами Денчик-Пенчик, с вами Гена. Здравствуйте, Гена Негорин, но тоже ничего. Сегодня делаем что? Мы сегодня обозреваем весь растворимый кофе. Ну, может и не весь, но растворимый и кофе. Скажу сразу, я сюда абсолютно случайно попал. Да, он просто к нему проходил, а я тут сидел, своей хуйней опять занимался. Ну, зато кофейку попью. Здесь у нас МакКафе Оригинал 3 в 1, МакКафе не Оригинал 3 в 1 со сгущенным молоком, Кортье Нори Ванилла Латте, Кортье Нори Капучино, Кортье Нори Хуйпами Шо Такое Оригинал. Может Нуар? Может Нуар, блять, а может... А может пошел ты. Монарх 3 в 1 карамельный, Кримитейсти. А, нет, просто Кримитейсти, не карамельный, я вас нанебал только что. Нескафе Капучино 3 в 1, Нескафе Латте 3 в 1 и Нескафе 3 в 1. Милт. Милт. Наверное, просто по порядку пойдем, слева направо. Давай, давай, давай. Начинаем с МакКафе. Выбирай, какой. Давай вот этот, а то этот не влезет. Ну, чего я докатился? Сначала энергетики, потом кофе. А дальше что? Не знаю, молоко, кефир, может. Гера, надо дорожку из кофе сделать. Кстати, я взял с собой перекусончик. Какой кофе без шоколада, какой шоколад без кофе? Монстр жала. На запах просто как кофе с молоком. Ну, логично. Внутри в 1 вода, молоко... Запах горных минералов Алтая. Блядь, все не выюбываю, если нахуй. Мача. В составе, я так понимаю, дохуя сухого молока. В составе дохуя не нужно. Вкус молока очень преобладает над вкусом кофе и вкусом даже сахара, блядь. Такой себе. Мача. Да, я поставлю 3 из 10. Два. Два! Макофе со сгущенкой. Я никогда в жизни не покупал кофе именно в таких пакетиках. Я обычно сразу в банку, нахуй, семейную. Семейничек? Да. Удобно. Как сгущенное молоко, на запах чего? Пахнет слипнущейся жопой. Ну... Говно. Просто кипяток. Может реально мало после добавления. Может ленчик плохой борис, а может плохой кофе. А так получше. Но все равно говно. Это лучше, чем предыдущее в любом случае, потому что, ну, я люблю кофе со сгущенкой. Поэтому, ну, и сгущенка здесь реально ощущается, но, опять же, ее здесь как-то дохуя. 4 из 10. Ну, а что ты ожидал? Что я буду каждый порошковый кофе хвалить? Конечно. Так, дальше у нас идет... Давай картинури. Самый миль пиздрический. Пиздатый кофе на опыте. А, это просто, типа... Вот, совсем другое дело. Это просто гранулы растворимого кофе, как в банках продаются. Это я понимаю. Но без молока как раз заебись. А ты кофе без молока любишь? Ну, я могу и с молоком, и без. Если, когда просыпаешься утром, тебе хуево, независимо от чего, не знаю, там, похмелье, например, или просто скачет давление, ты ебашешь вот это кофе без молока, это заебись. Я все равно кофе с молоком пью, или со сгущенным молоком, или с обычным. Да, но... Ну, я добавляю, вот, ко мне хуево, там, 3-4 ложки кофе. Аромат приятный, очень даже. Гораздо лучше, чем... Чиздат. Короче, это не 3 в 1, это просто одноразовый пакетик растворимого кофе. Без нихуя. Шоколадочкой заебись, не, нормально. Чисто эспрессо попили. Экспрессо. Желестно. Вот, пока лучше всего, именно вот по самому вкусу кофе, поэтому я поставлю 8. 9. Продолжаем распивать кортье, какой возьмем, ванила или капучино. Такого нет вообще. Как тебе шавойфер? Говно. Понял. Ну, он абсолютно такой же, как и водка-ролл, просто... Ну, он соусом барбекю и... С кетчупом и... И луком фри. И что? Ну, блядь, и все. Не знаю, мне нравится лук-фри, поэтому... Ну, я бы лучше обычный водка-ролл делал. Сейчас еще итальянский какой-то вышел. Итальянский, вот, интересно попробовать, он с песто вроде. Итальянцы все любят с песто. Даже вместо смазки песто. Выглядит не очень хорошо, на самом деле. Ну, почему? Нежная кофейная пенка. Все по госту. Надо было мне взять с собой капучинатор, у меня дома был. Чего, блядь? Мы сказали, флюгиге Хаймен. Знаешь, что это за хуйня? Короче, это на кнопке она... Это как из евротура такая хуйня. Ну, короче... Какое стоп-слово, блядь? Она вращается. Ага, дальше. Типа вместо ложки три раза... Вместо ложки дил, да, блядь, крутится. Да, три раза быстрее. Пахнет джавой от Милк. Да, все шарят. Пенка прикольная. На вкус тоже пиздато. В основном сладость, перебивает весь куск кофе, но в целом заебись. От какой был капучино? Да, это капучино. Ну, на капучино в принципе похоже, но не знаю. Я не пил ничего лучше и грузинского капучино. Сходи... Сходи в Грузию, блядь. Сходи в Старик Хинкалыч, знаешь, вот это... Да, знаю, знаю. Там продают единственный кофе, абсолютно единственный. Нету никаких других кофе, кроме как буквально грузинский капучино. Там, не знаю сколько там, 150-120-200 миллилитров, по-моему, за 100 рублей. И это заебись тем. Интересно. У меня девушка очень любит хинкали жрать. Ну, не хинкали, а хачапури, блядь, путают. И часто туда заходим, я всегда капучино беру. Мне как, знаешь, сидит мужик, просто, блядь, заказал капучино, нихуя. И просто сидит капучино этот хуярит, да? Как важно. Цедит такой. Да, как важно, хуй бумажный сидишь, такой пьешь, контролируешь процесс поедания хачапури. Как будто не то, что у тебя денег на хачапури не хватает. Это просто... Нет, просто хачапури не очень. Да, да, да. Я могу за раз 15 хинкали съесть. КМС по поеданию хинкали. Хотелось бы. Моя оценка, на самом деле, мне очень понравилась. На капучино похоже, сладенько, вкусно. Кофеечек в послевкусии ощущается, аромат тоже неплохой, поэтому я поставлю 8,5. 8. Cartier Noir ванилу латте. Чуть говно будет. Ну, хз, мне кажется, новым будет. Когда пишут, грубо говоря, сорта кофе, еще добавляют какую-то хуйню, по типу ваниль, сгущенка, то ничего ждать не стоит. В любом случае говно будет. Да, делайте лучше вручную. То есть, добавляйте сами сгущенку или, блядь, цветок ванили. Да, у всех же цветок ванили дома, блядь, есть. Пахнет бабушкины духами. Да, 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 один в один. Эдеколон вот этот, котный, с 25-го трамвая, который едет из ВДНХ на останки. Вот этот типичный запах душного трамвая. Вообще, такое ощущение, как будто здесь не ваниль, а корица. Корица с ванилью или просто корица? Как-то вообще, ну, ваниль не особо она здесь. Да, корица с намеком на 25-й трамвай. Плотный. Не настолько сладкий, как предыдущий, что, в принципе, можно счесть за плюс. Неплохо. Ваниль в аромате хорошо чувствуется, но я не особо чувствую кофе здесь. Я бы сказал, знаешь, что это похоже на маковую булочку. Какой-то насраковую булочку. Я не понимаю, где есть кофе. Это скорее молочный коктейль какой-то ванильный. Просто теплый. Ну, сколько поставить? Ну, давай сейм. За необычный, за мак. Мак это хуйня была. Мак кофе говно. А вот за это я поставлю, ну, наверное, пять с половиной. Ну, мне как-то вообще непонятно. Ну, это не кофе, ну, лично для меня. Более разбавлено. Напиток вкусный, но это не кофе. Слата всегда такое говно, там очень много молока добавляют. Да, да. Поэтому лучше не брать порошковый кофе, а самому делать или покупать нормальный кофейник. Не за 400, не за 500. Ну, за 50 рублей нормально. Ну, за 500 рублей нормально. Не, пиздец. Нес-кафе какой берем? Ох, милт. Не, я не разочаровался в этом корте Нуари, скажем так. Мне только капучино понравился корте, на самом деле. Да, но в целом все три, они достаточно неплохие. Если сравнивать, блядь, этот мак кофе, ебаный. С чего вдруг тебе в голову пришло делать обзорный, блядь, кофе? На растворимый кофе? Да. Блядь, не знаю. А ты видел какие у меня вообще обзоры на канале? Все вкусы гематогена, все вкусы кириешек, блядь. Роллтона. Роллтона еще не снял. Нет, блядь, с лапшой какой-то был. Доширак, что ли? Нет, доширак я точно не делал все вкусы. Нет, там была какая-то лапша, которой ты мне науши вешаешь. Этот человек с камер, не подписывайтесь. На запах приятное, нежное. Но это лучше, чем мак кофе, блядь. Ну, блядь. Хотя бы на это пойдемте. Все, что есть, лучше, чем мак кофе, блядь. Я не понимаю, нахуй ты эту банальщину сказал? Боже, чел, что ты за бот? Выйди из комнаты, нахуй. Такое ощущение, как вот это мак кофе со сгущенным молоком, только улучшенная версия. Поэтому я поставлю, ну, пятерочку. Думаю, так же. С половиной, чтобы отличаться. Так, а Монарх напоследок, насколько я помню, это Яковс этот. Да, это Яковс, который переименовали в Монарх. Но Монарх раньше вроде как бы просто был названием вкуса одним. Ну да, а сейчас они переименовали именно весь бренд в Монарх. Теперь берем капучино или латте. Давай латте, мне кажется, капучино поинтереснее будет. Если не брать мак кофе, то в целом все порошковые капучино, латте, они неплохие. Капучино лучше, потому что там кофе хотя бы норм чувствуется. Латте это просто, ну, заведомо там больше сухого молока будет добавляться заведомо. Но это, в принципе, проблема латте, так что... Кому нравится молоко горячее пить припуском кофе, ну, пожалуйста. Кому нравится говно пить мак кофе, пожалуйста. Что-то до хуя получилось. Что-то заболтался, запизделался, это не растворится. Вот так вот сделай. Блядь. Спасибо. Аркадий Паровозов. Нет, я реально сделал благо, я делал такой-то кофе и выветрил его просто. Ну да, отпустил его в естественную среду. Ну вот это самое приятное пахнущее латте, кстати, хочу сказать. Мне прям как будто в кофейне. Наплевали. Прям как в кофейне. Кофе нету, тут, блядь, просто молоко. С маленьким намеком на кофе. Да, блядь, по-моему, есть вообще нет. Ну, может, какая-то терпность в конце отсылается к тому, что это кофе, блядь, но... На послевкусие максимум. А тогда это, опять же, просто теплое молоко пьется еще. Я в нафу. Даже, блядь, не цикорий. А это обидно было еще. Сколько у тебя обычно лайков набирается? Ну, не знаю, в районе сотки. Давай 500 лайков и обзор на цикорий. Вы его слышали, 500 лайков, обзор на цикорий, сухой. Блядь, у меня никогда не было 500 лайков, ты что? Надо дать мотивацию подписчикам, чтобы мы попробовали этот ебаный цикорий. Мотивацию надо поднять! Да, попробовали, что такое напиток от богов, по мнению наших бабушек. Почему они по утрам эту хуйню пьют постоянно? Мы должны разобраться. К этому городу нужны новые герои. Детективы. Бля, вообще хуйня, 4 из 10. Если хотите молоко, но вам жалко 100 рублей отдавать за пачку молока, вот, пожалуйста. Нет, прям один в один молоко. Поэтому я поставлю два. Капучино. Согласен, правильно? Гена, на. Пахнет беспомощностью. Пахнет безнадёгой. Так же безнадёжно, как Барселона в ответном матче против Биверпуля. Ну, скажем, здесь кофе больше ощущается, чем латой. Но мне кажется, это всё та же бодяга. Но молока здесь относительно меньше. Относительно меньше, но по сути это тоже самое латой, только кофе лучше чувствуется. Абсолютно верно. Ну, давайте ещё одну историю расскажу. У нас недавно в школе появился новый учитель ОБЖ, это уже четвёртый за год. Защита от тёмных искусств прям какая-то. У нас ебанутые пятиклашки, поэтому пришёл новый учитель ОБЖ. Он здоровый, пиздец, он как колыван, блядь. Он выглядит как колыван, блядь. У него такая же борода, такой же ебало круглый. Я надеюсь, он это видео не посмотрел. По-любому посмотрит, блядь. Блядь, не дай бог. Первый урок, мы заходим, что-то угораем такой. Я чё смешного, чё ты сказал? Блядь, нихуясь, нет, я всё нормально. А у нас была тема репродуктивное здоровье, то есть беременность и так далее. Он пишет средства контрацепции, да. И он спрашивает, что это такое. Задаёт вопрос девушкам. Девушки не знают. Сидит мой кент, я ему говорю, скажи гандоны. Он такой, давай. Он подходит к нему и спрашивает, что такое средства... Контрацепции. Да. Берёк смотрит на него. Ну, гандоны. Он сфоток на него. С изумительным ебалом говорит, абсолютно верно. И за это надо выпить. Просто кофе, немного молока. По сути, то же самое и 3 в 1, но на капучино не особо похоже. Хороший 3 в 1, я так скажу. Не капучино. На семёрышку тянет. Ну, 6. Нормально. Перебиться разок можно. Монарх классик 3 в 1, креме тейсти. Кума, а тебе кофе с коньяком? Гать, конфеты с ликёром ещё скажи. Кстати, у меня была идея для видоса. Обожраться в хлам. Конфеты с ликёром. И с водкой. Мне просто прикинь, нажраться с них. Хуем с собой. Мне вообще возможно. Просто в говно. Вот такой эксперимент провести. Как вам идея? Ну, это будет не выносимо сладко. Это будет на 1000 лайков. Ну, это значит, что этого никогда не вычисли. Если нас не прокламирует какой-нибудь Влад А4, не дай бог. Если Влад А4 выпустит свои конфеты с ликёром, лава, лава, лава. На какую, интересно, на какую это аудиторию рассчитано? Ну, слушай, ну как слово пацана энергетики, тоже на кого это рассчитано? Ну да, тоже непонятно. Сами по себе энергетики как бы неплохие, вкусные, но, блядь, этот дизайн... Этот дизайн и, в принципе, ну, целевая аудитория сериала — это пятилетние девочки. Ты смотрел этот сериал? Я смотрел. Говно. Я засирал его до того, как его посмотрел, и после. Я посмотрел специально, чтобы его обоснованно засирать. Сериал — хуйня. Как пересказ истории, которая происходила в 90-х, это норм, но просто как... Почему он, типа, незаслуженно популярный? Незаслуженно популярный и не стоит брать пример с персонажей. Смотрите, блядь, Мухтара, блядь, на НТВ. Он интереснее будет гораздо, или пёс вот этот тот же, гнездилок легендарный, блядь. Это объективно интереснее будет. Да даже в Криминальной России это же поинтереснее. Да, с Каневским. С Каневским вообще разъёп. Блядь, когда он сидит друг с другом, блядь, Каневский, Каневский и, блядь... И ещё Каневский. Да, пьют пиво, это пиздец. На запах вообще, как это, базовый приводном. Слушай, а на вкус пиздац. Вот как и написано, creamy and tasty. Кремовая и вкусненькая. Очень плотный, нежный такой кофейный вкус. Ну, в целом, Монарх, он всегда был номером один среди доступных кофе в России, поэтому это неудивительно. И он, кстати, не самый дорогой, надо сказать. Он реально охуенный. Вот этому, пожалуй, я девятку поставлю. Я думаю, тоже. Шо ж, на этом всё. Мы выпили весь, а может быть и не весь, растворимый кофе и оценили его. Таблицу оценочную я прикреплю где-то здесь, она высосится на экране, скриньте, смотрите, если вам это интересно и если вам это не интересно. Вывод, не покупайте нахуй вот эти пакетики. Мак-кофе. Да. Хуйня полная. Можно рискнуть взять Монарх или Cartier Noir. Cartier Noir, какой там был, капучино самый прикольный, да. Ну, и ванилла, лат и хуйня. Оригинальный тоже. Оригинальный тоже смешивать, имеется в виду. Да, именно с сахаром. Но мне даже и так зашёл. Там просто прикольная такая, ну, зёрна арабики. Ну, а покупайте лучше баночный кофе, так гораздо будет лучше. Купите Монарх баночный и удовольствуйтесь тем, чем есть. Фак. Но если прямо вот вам нужно перебиться как-то вот одной такой дозой кофеина, то моя личная... Баночку флэша. Да, блядь, баночку флэша, нахуйня. Моя личная рекомендация это Монарх 3 в 1 Криме Энд Тейсте и Cartier Капучино. Полностью согласен. На скафе хоть и очень раскрученный бренд вот таких вот растворимых кофейных напитков, но он полное говно оказался. Всё, на 500 лайков цикорий. Всем удачи, всем пока. Пишите лайки, ставьте комментарии. Пизду отсюда.